В Украине трындец, пишет Светлана Павлюк. Ну, пока как-то живет, все хорошо. Пока только российской армии пришел трындец под Киевом, под Черниговым, под Сумами, в аэропорту Гастомля, в Буче, под Харьковом, на острове Змеиным. Кстати, год ровно прошел с потопления крейсера Москва, так что Светлана Павлюк может выпить за этот прекрасный случай. Это первый случай в истории российского государства, когда флагман флота пошел на дно. Так что все хорошо пока. И, кстати, вот молодец, Светланочка, она мне напомнила, Украина получит рекордный объем помощи, 144 миллиарда долларов, об этом сказал премьер-министр Шмыгаль во время визита в США. То есть, совокупная помощь в Украине будет 144 миллиарда долларов в год. Напомню, что ВВП Украины был где-то 150 миллиардов долларов. То есть, это фактически стопроцентное покрытие вала внутреннего продукта. Это огромные деньги. Понятно, что большая часть из них пойдет непосредственно на боевые действия, но, тем не менее, это действительно серьезная помощь мирового сообщества. И, в отличие от России, у которой доходы только снижаются, причем снижаются кардинально, у Украины доходы растут. И будут расти. Вот. Так. Павел Пашкевич. Я не люблю такое фамильярное обращение, поэтому удаляю вас. Вы мне не брат, не сват. До свидания. До свидания. Кто хамит, тем до свидания. А опоздавшим привет. Светлана Павлевна, гибель Мрии не отмечаете? Нет, не отмечаем гибель Мрии. Россия за нее заплатит. А вот за крейсер России уже не заплатит никто.